приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о том каких подарков нужно избегать потому что именно эти подарки могут к сожалению принести вам сильный вред при этом это будет касаться не только вашего финансово благополучную вашего здоровья а также отношения в семье поэтому если к вам попали такие подарки то обязательно проведите следующую практику она очень достаточно простая но она поможет нейтрализовать негатив именно от плохих подарков друзья далее все более подробно прямо сейчас ставьте лайк этому видео обязательно подписывайтесь наш канал если вы еще не подписан вас очень много полезной важной нужной информации также всех хотим поблагодарить за донаты которые вы нам отправляете вы знаете очень часто выбирая подарок мы не задумываемся что он способен перенести негатив и испортив жизнь и вам и тому кому он преподносится поэтому перед тем как что-то подарить вам стоит и внимательно изучить данный вопрос чтобы не принести вред не себе не тому кому его подарили а затем не думать как решать неприятные возникшие ситуации многие люди наоборот знают какие подарки нельзя дарить и желают и делают это к сожалению уже целенаправленно стараясь навредить тому человеку которому они завидуют или же желают оказаться на его месте так что принимая подарок нужно также уделять особое внимание от кого вы его берете и думать о том какой смысл он себе таит поэтому если в чем-то вы не уверены или же на энергетическом уровне ощущаете что не хотите брать эту вещь или предмет сразу же откажитесь от такого подарка чтобы потом не пришлось жалеть о том что вместе с ним пришло вашу жизнь и так каких подарков лучше всего избегать и как нейтрализовать негатив если такие подарки такие вещи предметы к вам уже попали многие люди привыкли и многие люди привыкли идя в гости преподносить хозяевам дома алкоголь вот такого делать точно не стоит вы можете просто принести с собой алкоголь но не в подарок обратите на это внимание или же если вы решили преподнести такой подарок не разрешайте ставить его в этот день на стол иначе вы отберете у хозяев их сильные энергии и у них ослабнет биополе они станут подвластные любому негативу извне который способен принести даже проблемы со здоровьем то же самое касается и вас если вам принесли в подарок алкоголь не распиваете его с тем кто его принес подержите бутылку на протяжении 7 секунд под проточной водой после этого оботрите белой салфеткой таким образом вы сохраните свои энергии в целостности и обезопасите себя далее такой подарок как зеркало он также под табу ведь именно зеркало способна впитывать все то что в нем отображается если в него смотрелся даритель а так большинстве случаев и происходит ведь когда человек его выбирал пусть даже и без злого умысла в нем отобразился преподнеся его в подарок он поменяется с новым хозяином зеркало энергиями отдав ему свои негативные а забрав его положительные что доставит много неприятностей данному человеку если вам преподнесли такой подарок стоит отказаться от него если же такой возможности нет то тогда протрите зеркало соляным раствором проговорив такие слова все что ранее это зеркало повидала впитала соль убирает а его очищает любую энергетическую связь разрывает затем положить его на подоконник и сверху накройте его белым листом бумаги и при этом скажите такие слова чистый и светлый лист бумаги в зеркале отображается положительными энергиями его наделяет другие не пропускает так оно должно пролежать до рассвета поднявшись утром снимите лист и не смотрите в него откройте окно выставьте его и покажите солнцу так она впитает все хорошие энергии а когда вы будете в него смотреться вы будете к себе их привлекать а также а также с каждым разом только больше и больше будет будете укреплять ваше энергетическое поле лист бумаги сожгите а пепел смойте в канализацию также не стоит дарить такой подарок как полотенца особенно в единственном экземпляре их должно быть несколько и обязательно четное количество иначе в доме в который вы его принесете вы притянете проблемы личного характера сильные ссоры которые могут привести даже к разводу то же самое касается и вас если вам преподнесли такой подарок отдайте данному человеку за него какую-то монету какую вы сами почувствуете уже на энергетическом уровне так это уже не будет подарок но затем зажгите свечу и обойдите вокруг полотенца не и дважды при этом проговорив такие слова это полотенце парную энергетику с этого момента несет никакие скандалы в семью мою не привлечет после проделана вы сможете спокойно им пользоваться и ни о чем не переживать к такому подарку как кошелек вообще нужно относиться очень очень осторожно если вы решили его преподнести никогда не дарите его пустым так как таким образом не только к себе притянете денежные проблемы так как вы покажете денежной энергии что не уважаете ее и не готовы с уважением относиться к ее дому но и наполните жизнь того кому его подарить денежные проблемы у такого человека никогда в кошельке не будут водиться деньги а он будет нести за собой только денежные проблемы если же к вам кто-то преподнес пустой вам кошелек это означает что либо данный человек не знает правило как правильно преподносить именно такой подарок либо же он желает сделать так чтобы у вас были проблемы с финансами проблемы с деньгами поэтому вам нужно попросить данного человека положить в кошелек купюру любого номинала если он откажется это сделать вы можете быть уверены что данный кошелек подарен со злым умыслом поэтому откажитесь от такого подарка и не рискуйте если же дарите безоговорочно положит в кошелек купюру вы можете спокойно пользоваться данным кошельком вам ничего не будет угрожать деньги останутся при вас для женщин на подарок выбирайте всегда стильный аксессуар для мужчины лучше остановить внимание на строгом но в первом и во втором случае не стоит жалеть деньги на подарок он должен быть из натуральной кожи или замши в нем должен быть обязательно карманчик для монет несколько отделений если решили подарить кошелек соблюдайте правила если же намереваетесь сэкономить выберите что-то другое приложите максимум усилий чтобы выбрать правильный аксессуар для своего близкого человека тогда он сможет принести в его жизнь успех процветание и стабильность а вы глядя на это будете ощущать счастье и притягивать к себе только положительные энергии дарить свечи это вообще плохая народная примета свечи из воска имеют магические свойства они обладают сильной достаточной энергетикой если зарядить такую свечу негативной энергией то можно принести человеку непоправимый вред принимать свечи в качестве подарка можно в таких случаях если вы доверяете человеку и свечи сделаны не из воска и дарит вам близкий человек свечи подаренные с хорошими намерениями принесут в дом только положительные энергии свечи сделанные из парафина не принесут вреда эти свечи не способны накапливать в себе негатив это только с свойственно свечам из воска поэтому они не только красивы но и подходящие для подарка если подарок в виде свечей или же человек который вам его преподнес не вызывает доверия то такой подарок можно проверить не несет ли он в себе злой умысел для этого свечу нужно зажечь если огонек ровный аромат приятный то это говорит о том что она действительно не несет себе негативного никакого посыла если же наоборот коптит неприятно пахнет это означает что она способна разрушить все положительные энергии которые вас окружают или же наполняют ваш дом поэтому от такой свечи нужно срочно избавиться нельзя на нее дуть опустить ее под проточную воду и это не только затушит огонек но и нейтрализует негатив а затем вынесите сразу же из дома при этом проговорив обязательно такие слова все что в дом плохое принесла свеча недоброжелателю что тебе мне преподнес а сторицей верни вред мне не причинен если сделаете все быстро и правильно этот подарок вам точно не навредит и негатив соответственно не распространит также не дарите цветы в горошках и животных запомните они имеют определенную энергетику не факт что их энергетика подойдет и благоприятно скажется на энергетике дома а живущие в таком доме станут подвержены влиянию таких энергий которые будут заполнять дом что может внести коррективы в жизнь каждого члена в семье вам хотят подарить кошку левазон первым делом откупитесь дав за подарок купюру любого номинала лучше если она будет своем номере содержать цифру 8 считается что если подарок преподносит не близкий человек то чтобы это не было нужно дать откуп это снимет все негативные посылы когда возьмете такой подарок в руки поднесите его груди на три минуты подумайте мысленно в это время о том что вы рады что он у вас появился что принимаете его с открытой душой и готовы за ним внимательно смотреть но и такой же заботы просите и от него такое действие поможет вам не только переплести ваши энергии но и получить в то же время защитный талисман для своего дома под горшочек с вазоном можете разместить монетку проговорив такие слова я рада что ты в доме моем появился тебя прошу мне помоги денежной энергией дом заполони такое вот данное растение будет помогать вам следить за вашими финансами но если вы не готовы принять живой подарок виде животного не берите его это ощущение на энергетическом уровне извинитесь это поможет вам в дальнейшем избежать многих проблем кроме того вы должны понимать это что любое животное это в первую очередь это также энергия и очень важно что если вы хотите подарить проговорите с будущими хозяевами у многие моменты кто это должен быть потому что бывает так что в семье есть маленькие дети и это просто на все опасно возможно у кого-то есть аллергия на шерсть даже самые вот такие вот банальные вопросы изучите ну и конечно же энергетические потому что бывает так что человек вообще не хочет иметь собачку кошечку или даже попугайчика потому что человек очень много работает путешествует ездить и так далее и так далее и вы подарив такое животное и это животного постоянно будут расстраивать его будут напрягать а значит он будет неправильно отправлять посылы в сторону животного и вашу поэтому чтобы этого не не было всегда вот такие вот подарки обязательно проговаривайте обсуждайте включая и окрас многие об этом не думают ой я сейчас подарю дорогое какое-то животное птичку там всякая сейчас и обезьянку и так далее вроде же как дорогая но вы должны понимать о том что это живое существо за которым в первую очередь нужно смотреть и если человек не будут смотреть то опять же это это животное это существо живое существо не будет питомец не будет приносить радость и соответственно никаких созидательных энергий не будет в таком доме также не стоит никогда передаривать подарки которые попали уже к вами которые вы приняли так как ваша энергетика переплетается с ним и в нем остается а если она попадет к человеку с плохой энергетикой и или же в семью в которой постоянные ссоры скандалы выяснения отношения вы знаете что все проконтролировать невозможно вы на самом деле можете и половины не знать из того что происходит в данном доме или же у данной семье за закрытыми дверями когда их энергетика смешается с вашей изменить будет уже что-то невозможно но данная ситуация ничего хорошего вам не принесет поэтому лучше продавайте такие вещи ведь таким образом вы не только разорвете с ними связь так еще и на вырученные деньги сможете купить действительно себе то что вы пожелаете что притянет к вам энергию счастья и положительные эмоции конечно же принимать подарки это очень приятно но не всегда к сожалению они преподносятся с добром помните об этом потому что часто вместе с подаренной вещью можно в дом принести неблагополучие финансовые проблемы семейные ссоры поэтому стоит к подаркам относиться с осторожностью помните что каждая вещь наделена энергетикой дарителя и выбираться на должна только от чистого сердца тогда она будет притягивать к вам светлой и хорошей энергии улучшая вашу жизнь но если это не так или же вам подарили что-то нежелательное то стоит за такой подарок расплатиться в таком случае подарок становится уже не подарком а купленной вещью и делать далее вы можете с ним все что вы пожелаете но уже без вреда для вас часто бывает а что вам дарят что-либо даже может быть а что вам дарит корзинку вам дарит какой-то какой-то предмет какую-то вещь даже это касается вашей работы коллеги на работе или коллега решила вам преподнести какой-то миниатюрную какую-то коробочку баночку что-то интересное в этом случае не пожалейте и отдайте купюру это может быть купюры самого маленького номинала но обязательно скажите слово оплачено вы таким образом уже показывать вселенным тема энергии которые вокруг вас что вы оплатили и никакого негатива никаких посылов вам уже не будут отправлены то же самое касается и вещей допустим ваша родная сестра ли вам дарит кошелек да вы точно вы уверены вы знаете что на по отношению к вам искренне это дарит с чистым сердцем с добрыми намерениями но вы должны понимать что есть еще понятия энергии которые есть вне зависимости от того хотим мы этого или нет поэтому просто возьмите купюру опять же того номинала который вы посчитаете и отдайте человеку помним из рук в руки мы не отдаем и скажите просто слово оплачено все вы поставили жирную точку в таком случае уже никто и ничто не вам не будут никакого вреда и например в нашем случае с родной сестрой помните об этом поэтому обращайте внимание вот на такие моменты особенно от того тех вещей тех предметов которые касаются именно денежной энергии энергии изобилия достатка и благополучия не игнорируйте пожалуйста эти правила есть люди которые специально преподносят подарки зная о том что вы не скажете слова нет зная о том что вы вам будут стыдно и так далее и так далее и люди вот таким образом могут преподносить вам негатив приносить вам определенные проблемы поэтому подумайте об этом умеете всегда сказать слово нет это очень важно многие люди боятся слова нет потому что таким образом думают что потеряют какую-то связи какие-то потеряют работу потеряют отношения и так далее и так далее помните о том что вы самодостаточный человек и в вашей жизни есть все то что вы желаете и хотите девочки и мальчики мы надеемся что эта информация для вас была очень полезна и важно обязательно подписывайтесь на наш канал если еще не подписались обязательно друзья ставьте лайк этому видео но прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых друзья и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео